Золотой век комиксов Сначала комиксы носили чисто юмористический характер. Во многом это объясняется этимологией английского слова, определившего их название. В корне эта ситуация изменилась в июне 1938 года, когда в США появился персонаж Супермен. Началом Золотого века принято считать первое появление Супермена в комиксе, Эдшин Комикс, вышедшего в 1938 году, изданного DC Comics. Появление Супермена было очень популярным, и вскоре супергерои буквально заполонили страницы комиксов. Другими персонажами, долгое время пользовавшимся популярностью, стали Пластик, издаваемый издательством Quality Comics, а также Детектив Спирит под авторством каррикатуриста Уэйла Айснера, который первоначально выходил в качестве дополнения, объединенного с воскресным выпуском газеты. Всего за этот период было создано более 400 супергероев. Большинство из них сильно напоминали Супермена, и не дожили до наших дней, однако, и именно тогда, родились такие герои, как Бэтмен и Капитан Америка. Вторая мировая война оказала серьезное влияние на содержание комиксов о супергероях, теперь герои сражались со странными оси, а на обложках изображались супергерои, борющиеся с лидером нацистского движения. После победы над фашизмом, стали появляться супергерои с ядерными способностями, например, атомный громовержец и атомный человек. Историки того времени считают, что детские персонажи помогли ослабить страх молодых читателей относительно перспектив атомной войны. Кроме того, герои начали бороться с коммунистами, а некоторые были вовлечены в Корейскую войну. Тем не менее, после окончания Второй мировой войны популярность супергероев пошла на спад. В целом, и именно во времена Золотого века, проявилось новое, и по сей день главное направление в комиксах, супергероя, новые миры. Подписывайтесь на канал.